Саша, ты почему еще не переоделся? У нас программа начинается. Ты думаешь, я без мяча тренироваться не могу? Глобусу за что? Саша, отдай глобусу, дуй переодеваться. Глобус сегодня, между прочим, вещь неизменимая. Полетели! Сегодня о выпуске. Проверяем, как чебоксарцы знают географию, ищем тайные места города и вспоминаем ситуации Бесиловки. Всем привет! Вы смотрите Шок-шоу, передачу которой мы, юные и очень юные журналисты, пытаемся вас шокировать. И сегодня у нас в гостях звездочка города Чебоксары, юный географ, который знает все города, моря, страны и флаги мира. Итак, встречайте! Лев Гринадерский и его родители Милана и Дмитрий! Привет, Лёва! Ай, какой сильный! Здравствуйте! Чтобы вы чувствовали себя как дома, мы принесли к глобусу, так что располагайтесь! И ничего не бойтесь, мы просто поговорим. Лев, смотри, тебя назвали львом, да, как царя зверей. Как ты думаешь, ты на него похож, на царя зверей? Ну, потому что рыжий. А-а-а! Так вот, в чем суть! Ваш сын может без труда рассказать про любой материк мира. После выхода в эфир программы «Лучше всех» об этом знают все. Расскажите, пожалуйста, как вы открыли талант ребенка, с чего все началось? На самом деле, все началось с простого. Есть такая игра на PlayStation Jazz Dance. Когда ты там участвуешь в турнире с разными, то есть с участниками из разных стран, появляются, ну, флаги. То есть, и ребенок танцевал и спрашивал всегда у нас с мужем, что это за флаг, что это за страна и так далее. Ну, вот после пары дней таких вопросов я ему сказала, давай мы с тобой будем их рисовать. Собственно, я подготовилась, немножечко взяла, вот что мы нарисовали. Мы нарисовали около 200 флагов сами со львом. Вот они примерно такие есть. Да, их много. И он их всех запомнил, запомнил столицы. Моих сил уже не хватило на то, чтобы рисовать дальше. Дальше он уже просто стал изучать штаты, их гербы штатов. Потом выучил все 50 штатов и переключился на субъекты Российской Федерации. То же самое выучил и гербы, и флаги субъектов Российской Федерации. Лев, смотри, а вот папа остановился. Это что за страна? Лаос. Аликорьев Ельцьян. А это? Это вот так. Альмения. Станец Ереван. А вы сами хоть знаете половину того, что знает Лёва? Конечно, нет. Ну, я старалась, вы честно старались. Ну, некоторые флаги, они настолько похожи там буквально в сплошении. И цветовой просто разное, да, в сплошении. И уже другая страна. Поэтому нам, возможно, тяжело запомнить, а ему это вообще в лёгкую. Если мы вам предложим собрать карту Европы из пазлов, сможете? Собственно, у вас нет другого выхода. Не все же ребёнка проверять. Почему-то мы не стомневались. Вы можете начинать. Лёва, ты можешь помогать маме и папе. А мы пока посмотрим, как знают географию чебоксарцы. Тест, который я придумала для чебоксарцев, довольно необычный. Им нужно будет посмотреть на картинку и угадать страну, которую я здесь зашифровала. Какая-то скандинавская, наверное. Дания пусть будет. Не Италия? Нет. Нет. Ну, значит, всё, нет. Может быть, и Россия, где-то Москва или Питер. Ну, я не знаю. По-моему, Европа, наверное, какая-нибудь из стран Европы. Нидерланды? Правильно. А столица Нидерландов? Не знаю. Амстердам. Какая страна изображена на картинке? Австралия. Шотландия ещё или Ирландия. Правильно. А вы бы надели такую юбку? Запросто. Во-первых, привет, чуваши. А во-вторых, я думаю, это Россия. Ну, где ещё это может быть, как не в нашей России-матушке? Дерево какой страны изображено на картинке? Китай. Сакура. А где оно растёт? В Японии. Так, это, наверное, Мексика. А столица Мексики? Ну, Мексика или Мехико, не помню, как точно. Мехико. А знаете национальное блюдо Мексики? Тако и ещё какая-то лепёшка, не помню название. На картинке изображены мои амиго из Мексики. Там все усатенькие в прикольных шляпках. Италия. А как ты догадался? Наша любимая пицца, всеми известное здание и тоже достаточно известное итальянское блюдо национальное – спагетти. А как называется это здание? Из головы вылетело, просто я очень волнуюсь уж, простите. Колизей. Италия, либо Франция. Ну, ты уж определись. Ну, наверное, Франция. А столица Франции? Ну, это все знают. Ну, назови раз знаешь. Ну, кроме меня все знают. То есть, я сказала это, на картинке изображен круассан, круассан с шоколадом. Сзади лежит земляника, клубника и кофе. Это обычный классический французский завтрак. Жалко, что у них хватает багета и масла, которое отлично дополнило это блюдо. Ну как, Лёв, мама с папой справляются? Посмотри. Справляются. Лёв, расскажи пока нам, ты любишь путешествовать? Угу. А где ты был? В Москве, потом в Казани, в Греции и в Бунинске. Очень интересно. А в Вишкороле был? В Вишкороле еще. А в какой стране ты бы хотел побывать? Во Франции. А почему? В Вишкороле, потому что. А-а-а! Вот смотри, Лёв, ты знаешь сотни городов. А какие названия тебя смешат? Ким, здесь смешные названия городов. Гусь Хрустальный. А-а, потому что гусь. Помонтей. Ну, что еще раз? Пуномпень. Пуномпень. Да? А это где? В Камбодже. В столице Камбоджи. В столице Камбоджи. А еще? Сева с тополь. Мальчик размером с дерева. Тополь, да? Сева размером с тополь. Да? Сева. Очень смешно. Точно. Такой у меня даже друг есть. Да, есть только сева. Сева, да? Если бы ты открыл остров, как бы его назвал? Львова. А-а-а, понятно. Смотри, родители справились. Теперь для тебя задание. Смотри, у нас нет одного кусочка пазла. Какая страна находится вот на месте этого кусочка самого? Италия. Уважаемые родители, а Лев такой умный по всем вопросам? Ну, на самом деле, его так увлекает на сегодняшний день только география. Мы, конечно, как родители, он у нас уже на следующий год пойдет в школу, поэтому мы, конечно, как родители стараемся его во всех направлениях развивать. Ну, дополнительно, конечно, и английским занимаемся, и математикой, и прописанием, и чем там еще занимаются дошкольники при поступлении. Но такой неистовый интерес у него на сегодняшний момент только к географии пока. Ну, и игрушки. Ну, да, и игрушки, машинки. Ну, тут понятно. А вас не раздражает, когда он умничает дома? Или такого не бывает? Вы знаете, это очень приятно. Всем родителям есть, это должно быть очень приятно, когда дети проявляют свои знания. Я бы не сказал, что он прям умничает, он приходит, расскажет какие-то интересные вещи, которые он узнал там на Ютьюбе. Это прекрасно. Мы с супругом сразу же перепроверяем интернет, удивляемся, радуемся. Вот меня, честно говоря, очень легко вывести из равновесия, когда хочешь попить чай уже, подготавливаешься, и тут пакетик в чай кладешь, а он разрывается. И все чинки разлетаются. И таких ситуаций целая куча. Мы собрали все бесиловки вместе. Меня очень раздражает, когда я вечером тысячи раз повторяю правила, а на утро я уже ничего не помню. Очень раздражает, когда пытаешься сделать хороший снимок, и вдруг понимаешь, что у тебя нету памяти на телефоне. Меня раздражает то, что я все время встаю в воскресенье рано, и потом мне не хочется спать. Меня очень бесит, когда открываешь новую пачку жевательной резинки, появляются все твои одноклассники, и в итоге у тебя не остается ни одной жвачки. Мне очень не нравится, когда я пишу домашнее задание и сделаю малюсенькую ошибочку. А приходит мама, вырывает листья и заставляет меня все переписывать заново. Меня очень бесит, когда я просыпаюсь от того, что моя собака лишит мне пятки, лишит мое лицо и обтирается своими слюнями об мою постель. Раздражает, когда я только взяла телефон, а мама заходит в комнату и говорит, сколько уже можно играть на этом телефоне. Меня очень раздражает, когда я убираю игрушки за своим братиком, и он в этот момент заходит и обратно все раскидывает. Меня раздражают люди, которые считают своим долгом наступить на мои новые белые кроссовки. Меня ужасно раздражает, когда ты моешь посуду, а вся вода с ложки брызжет именно на твое лицо. Меня очень бедит, когда огромная очередь, а ты второй уже в очереди, еще остался один человек, и мама такая, я на минуточку. Приходится всех людей пропускать. Меня очень раздражает, когда ты только что пришел домой, переоделся, и мама отправляет тебя за хлебом. Тебе снова нужно переодеваться. Смотри, Лев, тебя уже очень много раз снимали в разных передачах. И даже ты у Максима Галкина был, у дяди Максима, помнишь его, да, наверное? А вот теперь вопрос, кто круче? Дядя Максим или мы с Сашей? Мы? Ммм, как неожиданно. Я не знаю, что сказать. Но если серьезно, нам, как телевизионщикам, очень интересно узнать, как проходили съемки программы лучше всех. Съемки, конечно, это отдельно такой процесс, очень волнительный, длительный. Съемки происходят в таком, у них, конечно, режиме нон-стоп. Все это ночью и так далее. Они делают декорации, люди творческие, каждый там занят своим делом. Канал на заказ, видимо, они сделали этот огромный глобус именно под номер льва. Да, Лев, он как увидел этот глобус, мне кажется, для него весь остальной мир перестал существовать. Он его даже вот, если посмотреть передачу, он даже там стукает его, там что-то проверяет, щупает. Ему даже, по-моему, Максим уже ушел на второй план и общение с ним, сколько его интересовал этот глобус. И потом он заболел. Да, ау, Максим, да. Как так? Ну, мы, конечно, с супругом волновались. Я не знаю, как Лев так вот и сосредоточился и с ним на одной волне и очень в легкой форме общался. Мы, конечно же, как родители, волновались больше, чем ребенок. Съемки заняли очень длительное время, потому что нас переносили. Лев держался молодцом, потому что он выдержал около восьми часов, ожидая своей очереди. При этом он был уже в костюме, ему нельзя было даже поесть. Как родители теперь знаем, что Лев может сосредоточиться, что он может быть ответственным у нас, несмотря на свой юный возраст. Лев тоже это уже понимает, да? А ты ответственный, может быть? На улице узнает? Сосредоточиться. Да, еще как. Да, и в магазинах. И вот даже был случай, мы потом ходили на съемки в ЧГУ. Ребята говорили, смотрите, смотрите, это мальчик. С лучше всех. Да, с лучше всех нас смотрели. Очень много, очень много пожеланий приходит. И сообщения пишут. Даже его смотрели не только в России, в многих уголках, там и в Германии, и в Америке тоже смотрели. Даже в Нью-Йорке смотрели, и даже приходят сообщения, такие здорово, здорово. Так, родители, нам еще приятно, что много невест на нашу подъемлю тоже проявляют внимание. Вот это сделали. Лев, а вот тебе же дали медаль, да? За то, что ты такой умненький, молодец. А где она сейчас? Дома. Дома? Висит на стеночке? Ну да. Мы ее в рамочку повесили. Чтобы она дольше сохранилась. Я вот это приговорю. Лева, если бы тебя Максим Галкин спросил, земля круглая или плоская, что бы ответил? Круглая. А представляешь, есть такие люди, Лев, которые считают, что земля плоская. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Лева. Я, ну, не все знают, но я знаменитый ученый, астроном, географ. И я сегодня вам докажу, что земля на самом деле имеет не форму шара, а форму диска. Она плоская. Что на самом деле в центре нашей земли северный полюс, а южного и вовсе нет. Ты согласен со мной? А почему ты со мной не согласен? Почему ты думаешь, что земля круглая? Вот, например, ты идешь куда-то, а то все время идешь прямо. А почему ты не идешь по кругу, например? Или почему мы все не сваливаемся? Как ты думаешь? Все планеты круглые. И земля тоже. А ты откуда знаешь? Ты в космосе был? Скажи, Максим рассказал. Вот именно. Максим рассказал. Максим тебе рассказал. А Губ, кто девушек специально, чтобы вы думаете, какие планеты знаешь? Марс, Сапурн, Плутон. Извини, конечно. Да, может быть, некоторые планеты имеют форму шара, но а почему именно из-за этих пролопланет земля должна тоже иметь форму шара? Лев, а вдруг Гагарин врунишка? Да. Гагарин летал в космос? Да. Он врет, что-то. Он не врет. Ты поступил. Видите? Он потихоньку ко мне переходит, что он тоже с нами будет заодно. Скажи, эти дети врать не могут ни Николая, ни Гагарин. Эти дети не могут врать. Ладно, Лева, ты где трогался? Я с вами. Вы еще запомните мое имя, что я знаменитый ученый. И нет, памятники поставят, а вы меня не послушали. Зря очень. Ладно, до свидания. Мы еще слышим. Всего доброго. На самом деле это был не ученый, а Карина Ханедонян и наша рубрика «Импровизация». Лева, ты очень хорошо выстоял перед нашим псевдоученым. Да. Мы сейчас немножко отдохнем и посмотрим рекламный ролик. Что взять с собой в путешествия? Яркие наряды, фотоаппарат, но не только. Представляю мечту любого туриста. Компактный друг. С ним любое путешествие превратится в настоящее приключение. Мечтаешь объездить весь мир? Но пока не можешь купить даже путевку в Цивильск? Не расстраивайся, тебя спасет карта мира. Карта мира и весь мир у твоих ног. Мы знаем, что у вас есть ютуб-канал. Что вы на нем снимаете и для чего вы это вообще делаете? Когда у льва накопилось достаточно уже много знаний, в географии, мы поняли, что это нужно как-то нам показать где-то. Тем более Лев очень любит смотреть ролики на канале различные. В основном развлекательные, конечно. И все время спрашивала, когда у меня будет свой канал? Когда у меня будет свой канал? Три, раз, два, камера, мотор, поехали. Всем привет! Я хочу рассказать про административные округа Японии. Кстати, это Куримы. Это российская территория. Не дадим мы им. Ну и еще одно из последних видео, которое надо бы тоже выложить, это как он Фортнайдзен танцует, конечно. Да, очень нравится. Мы будем с нетерпением ждать этот ролик. Лев, а ты знаешь, что в современных телефонах тоже живет робот, который, кстати, неплохо знает географию? Алиса. Молодец! Яндекс-помощница Алиса очень хочет с тобой сыграть в города. Сыграешь? Сыграем. Привет, Алиса. Давай поиграем в города. Отлично! Вы называете город, я говорю город на последнюю букву и так далее. Только учтите, мягкий знак и буква «ы» не считаются. Если вам нужна будет моя помощь, скажите «дай подсказку». Пойдите. А-ка-пуль-ко. Осака. Акмала. Сейчас правильно говорить, Астана. Но так и быть принимается, а я говорю, Арзамас. Саратов. Воронеж здесь людям часто снятся подсолнухи. Воронеж. Не ножи. Жигулевск. Каир. Раменское. Елец. Цхинвал. Люберцы. Тебе на «ц». Цивильск. Кейптаун. Нальчик. Курск. Кстати, здешних жителей правильно называть куряне. Киржач. Лёва, ты большой молодец. Так играть можно до бесконечности. Кто победил-то? Ты, конечно. А вы когда-нибудь играли в неё? Да. Но мы пользовались подсказками, так как много не знаем, как ты. Как ты. Теперь 4-0. 4-0. Лёва, ты лучший из тех знаешь города мира. А в родных Чебоксарах знаешь, что где находится? Музей Чапаева. Парк, 500-летие парка Малунии. Любишь там гулять? Угу. С мамой, с папой? В заливе, друзья. А что же там на заливе такого интересного? Мать-покровительница. Мать-покровительница. Угу. А расскажешь нам про неё стишок? Хорошо. Есть в Чебоксарах место силы. Высокий монумент, красивый. На холмел залибе легко найдём его мы. Ведь это памятник 46-метровой высоты. Мать-покровительница раскрыла объятия свои. Благословенные дети мои, живущие в мире и любви. Об этом нам надпись расскажет искусно. На двух языках. Чувашском и русском. АПЛОДИСМЕНТЫ А ты вот этот стишок рассказывал в своём видеоролике на конкурс «Лучший экскурсовод России», так? Ты хочешь проводить экскурсии для детей? Лучший гид России. Гид России, извини, пожалуйста. Ты хочешь проводить экскурсии для детей? Угу. Куда ты повезёшь, ребят? Музей космонавтики. Музей космонавтики. Шок. А что ты им покажешь? Питание космическое. Компот со сухофруктами. Компот со сухофруктами. Он тебе нравится? Угу. Мы тоже отлично знаем город Чебоксары и с удовольствием проведём для вас не совсем обычную экскурсию по малоизвестным и тайным местам. Музей космонавтики. Музей космонавтики. Музей космонавтики. Музей космонавтики. И живая, точнее, неживая лестница могут означать только одно. Что здесь обитает? Никто иной, как кот Борис. И сегодня я его точно откормлю. Иди сюда. Это крыша одного из зданий на заливе. Отсюда открывается фантастический вид. Но будьте начеку. Не попадайтесь на глаза взрослым. Ложись. Зато можно небом полюбоваться. Все мы привыкли к шумным паркам и улицам. Но мало кто знает, что в Чебоксарах есть тихое место в самом центре города. Этот парк расположен за зданием Газпрома и изначально был предназначен только для работников. Но вход сюда свободный. И его могут посетить все желающие. Скамейки, веранда, фонтан. В общем-то, идеальное место для романтиков. Юго-западный район. С виду обычная детская площадка. Но не всё так просто. Ведь здесь живут кролики. Каждый желающий может прийти и покормить этих милашек. А заодно и поиграть. Это место рядом с остановкой студенческий городок мое лучшее открытие. Небольшой прузик с уточками растопит любое сердце. Ути, 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 иди сюда. Лев, Милан, Дмитрий, спасибо большое, что нашли время и загнули к нам в гости в Академию искусств. У нас для вас есть подарок. Книга, созданная учениками медиа-центра «Куча Мала». Скороговорушки. Мы придумали и собрали много разных веселых скороговорок. Мы про вас скороговорку придумали. Гренадёрские гости грамотные. Про города, географию и блогинг разговаривали. Смотрите себя в эфире национального телевидения «Чуваши». Ну а мы напомним, что шок-шоу предгородского детского медиа-центра «Куча Мала». Пишите нам, лайкайте нас. Хэштег «Куча Мала» круто всегда. Пока-пока. Лёва, а теперь, когда все камеры выключены, скажи, можно футбол глобусом играть? Саша! Вдруг он разобьётся. А мячом можно? Угу. Ну тогда давай сыграем. А-а-а! А-а! Субтитры сделал DimaTorzok